К другим темам. Митинги взяли направление на восток. В выставочной галерее открылась выставка студенческой фотостудии ЮРГУ. Там можно увидеть лучшие работы за 7 лет существования митингов. А вторая часть экспозиции посвящена самым ярким моментам жизни университета. Фотографии рассматривал и наш корреспондент. 42 автора, 90 фоторабот. Выставка воспитанников МИАСКО филиала ЮРГУ получилась по-весеннему яркой, по-студенчески неоднозначной. В каждой работе есть свой особый взгляд на жизнь и учебный процесс. Учебный процесс показывать нужно не со стороны аудитории, а вне аудитории. Что делают наши студенты, что делают наши преподаватели во внеучебное время. На открытие пришли как сами авторы, преподаватели вуза и многие местные фотохудожники. И просто те, кому интересен взгляд другого человека через объектив фотокамеры. Если снимок сделан с душой, любой камеры нет, любой, даже обыкновенные манилицы. Духовные компоненты, потому что в них есть дух автора. Вот авторы судьбы с духовной таких картинок не делают. Он их делает по принципу продастся, не продастся. Здесь совсем другой принцип. Будут люди переживать эту работу или не будут. Пейзажи, портреты, случайно посмотренные моменты или застывшие мгновения. Молодых фотографов надо учить не только видеть, но и размышлять, оценивать увиденное, считает Михаил Михайлович. Поэтому с каждым приходится работать индивидуально. Июльская пора, это мы гуляли с родителями, собирали грибы. И я просто увидела с утра такой рассвет и сфотографировала. И пейзаж, это случай. Искусственная фотография, это жизнь, это мировоззрение, это взгляд, личный взгляд на жизнь. В каждый новый набор приходят 10-15 человек. К концу обучения в университете остается половина. Но все, кто хоть раз взял в руки фотоаппарат, понимают, что на одно и то же событие всегда можно смотреть с разной выдержкой. Лена Волгина, Юрий Карпов, программа 24 МИАС.